Открыть инженерный класс было решено в новом корпусе. Здесь работает детский сад и занимаются ученики начальной школы. Именно они и станут первыми слушателями курса робототехники. Сначала дети будут учиться собирать простейшие конструкции из лего. Следующий этап – это полидроны и создание собственных роботов. Педагоги рассчитывают, что ученики шестых-седьмых классов с легкостью освоят эту программу. Мы находимся только в начале пути, чтобы это все развивалось. И это такое многоубровневое, начиная с младших классов, заканчивая уже в старшем. И если удастся это протянуть через весь образовательный процесс, это уже будут совершенно другие дети, которые будут совершенно по-другому мыслить. Роман Авдеев лично осмотрел класс, подробно расспросил о количестве образовательных программ, укомплектованности и даже сам попробовал соединить полидроны. Получилось, но не сразу. Захотелось самому что-то создать, поиграть. И самое главное, это действительно очень креативно. Я даже не ожидал. Ну, потому что тогда, когда я смотрел, ну, как-то, то есть мы рассуждали, обсуждали с директором, что это вот как-то, а когда это вживую, это настолько креативно, настолько увлекает. Ну, я вот завидую этим детям. Вот правда, хочется самому этим заниматься. Инженерный класс уже начал свою работу. Первые ученики осваивают территорию с каждым уроком. Справляться с задачей педагогов становится все легче и интереснее. Малыши строят целые города, ракеты, автомобили. Известный бизнесмен не смог удержаться и активно включился в образовательный процесс. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада, что, да, я действительно буду заниматься именно робототехникой с ребятами, потому что эта область меня очень интересует. И я думаю, сейчас, в принципе, такие дети пошли, что это их всех тоже заинтересует. Открытие инженерного класса дает возможность ребятам развиваться совершенно в новом направлении. Социологи уверены, что технологии с каждым годом будут вытеснять обычные профессии, роботы придут на смену людям. А вот, чтобы ими управлять, нужны высококвалифицированные кадры. Растить их будут теперь в третьей школе. Здесь созданы для этого все условия.